Почему ты испытываешь определенное беспокойство по поводу своего партнера? Перестань сосредотачиваться и зацикливаться на своей причине. Привет, ребята, я Стефани Гановски, сексолог и секс-тренер, и в этом видео я просто искренне увлечена темой, которая случайно возникла у моего клиента, и я хочу поделиться ею с вами. Он рассказывал мне много интересного. Мне кажется, что на данный момент наша сессия дала мне понять, что у меня есть причина, по которой я занимаюсь этими проблемами. И я продолжаю возвращаться к этой причине, вместо того, чтобы двигаться в том направлении, в котором я на самом деле хочу двигаться. Это значит, что я могу измениться. Я могу делать что-то прямо сейчас, потому что мое будущее определяется настоящим моментом, а не моим прошлым. И ты должна помнить об этом, потому что это может быть действительно легко, когда ты борешься с проблемой, связанной с сексом, которая заставляет тебя чувствовать себя неуверенно, которая, возможно, связана с некоторым стыдом, ощущением неполноценности. Ты не уверен в себе. Когда возникают все эти чувства, ты пытаешься найти способ подтвердить их. Так что загляни в свой банк памяти и скажи, «Эй, ну что же, это уже случалось со мной в прошлом. Вот почему я так себя чувствую. Я не хочу, чтобы это повторилось. Так что мои чувства имеют смысл». Но как это поможет твоему будущему? Ты не лжешь о своих чувствах. Они настоящие. Ты знаешь, слишком многие люди ждут, чтобы почувствовать себя определенным образом, прежде чем предпринять какое-то действие, и они всю свою жизнь не предпринимают никаких действий, потому что это чувство не приходит. Почему мы придаем такое большое значение чувствам и доверяем им? Вот что ты делаешь, когда зацикливаешься на своих прошлых воспоминаниях. Это вызывает такие чувства. Это мешает тебе действовать дальше. И честно говоря, это просто дает тебе оправдание. Это дает тебе оправдание, почему ты не встречаешься, почему у тебя меньше секса, удерживает тебя от того секса, которым ты на самом деле хочешь заниматься. Это мешает тебе получить то, чего ты на самом деле хочешь, потому что ты просто говоришь себе, «Эй, у меня есть хорошая отговорка, но это тебе не поможет». Ты можешь действовать, несмотря на страх, нервозность и нерешительность. Просто спроси себя, что нужно сделать, чтобы я могла получить то, что хочу. И первый шаг – это понять, чего ты хочешь. Потому что я очень часто разговариваю с клиентами, которые говорят, «О, ну знаешь, я не хочу того-то и того-то, потому что это было в моем прошлом». А я буду такая, «Ну и чего же ты хочешь?» Какого типа сексуальной жизни ты хочешь? Какого типа партнера ты хочешь привлечь? И какие разговоры ты хотела бы вести в сексуальном плане? А они такие, «Ну я на самом деле не знаю, я еще не думала об этом». И я такая, потому что, если ты не знаешь, чего ты на самом деле хочешь, ты не сможешь придумать первый шаг, чтобы достичь этого, верно? Вот почему многие люди нанимают меня в качестве своего тренера, чтобы я помогла им понять их цель и придумать следующий шаг, чтобы достичь ее. К цели. Но самое главное здесь – это то, что вы должны верить, что ваше будущее определяется тем, что происходит прямо сейчас. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы изменить свой образ жизни и двигаться вперед? Вместо того, чтобы придумывать себе оправдание типа, «Конечно, хорошо, все в порядке». С тобой такое уже случалось в прошлом. Прекрасно это кажется трудным, но мы все можем сказать это о чем угодно. Это не помогает нам двигаться вперед. Это просто помогает нам найти оправдание. Мы не хотим, чтобы что-то, что случилось с нами в прошлом, определило всю нашу дальнейшую жизнь. Возможно, ты скажешь, «О, мне тяжело говорить о сексе», потому что мой предыдущий партнер, с которым мы встречались пять лет назад, всегда выходил из себя, когда я заговаривала о сексе. Она бы подожгла меня газом. И это было ужасное чувство. Именно поэтому я сейчас не могу спокойно говорить о сексе. Ладно, но это не оправдание. У тебя другой партнер. Ты тоже на пять лет старше. Что ты собираешься делать в этот самый момент, двигаясь вперед, чтобы больше не использовать прошлое в качестве оправдания? Может быть, мне стоит поговорить с ней, рассказать о своем предыдущем опыте и сказать, «Эй, мне как-то неудобно поднимать тему секса, потому что в прошлом у меня были трудности с этим». Мой партнер отреагировал не очень хорошо. Но я не хочу, чтобы это прошлое определяло наши отношения и то, как мы говорим о сексе. Так как же, по-твоему, нам лучше начать этот разговор? И как часто ты хотела бы это делать? Потому что я определенно хочу, чтобы такие разговоры были в наших отношениях с тобой, чтобы не повторять своего прошлого. Другим примером может быть то, что я борюсь с преждевременной эякуляцией, потому что я просто очень нервничаю, когда дело доходит до секса. И все мои предыдущие отношения были именно такими. Просто так было всегда. Ну ладно, это было в твоем прошлом. Сейчас это твое сейчас. Так что если тебе кажется, что ты всегда нервничала, а мы пытаемся произвести на нее впечатление, что ты нервничала по какой-то причине, что ты можешь сделать, чтобы справиться с этой нервозностью и спросить себя, «Хорошо, а из-за чего я на самом деле нервничаю? А как я хочу себя чувствовать? И какие действия будут соответствовать тому, что я хочу чувствовать?» И, кстати, мы все должны работать над этим в разных сферах жизни, потому что всегда есть вещи, которые кажутся нам более сложными. Потому что у нас был предыдущий дерьмовый опыт с этим. Но это касается всех. Так что не используй это как оправдание. В последнее время я работаю над тем, чтобы понять, как выглядят настоящие, значимые, правдивые дружеские отношения. И осознать, что я уже очень давно не была лучшей подругой, какой могла бы быть. И всякий раз, когда я спрашивала себя, «Почему у меня никогда не было близких друзей, с которыми я чувствовала бы себя по-настоящему связанной?» Я бы ответила, «О, потому что я интроверт. О, потому что, когда я была ребенком, мне было трудно заводить друзей». Хорошо, мне сейчас 33 года. Я уже не ребенок. Я уже взрослая. И мне не нужно использовать это как оправдание. И я поняла, «Вау, вот уже 33 года я использую эту историю как оправдание того, почему у меня не получается строить по-настоящему доверительные отношения с людьми». Я только сейчас это поняла и подумала, «Вау, я больше не буду использовать это в качестве оправдания». И мне нужно понять, если я хочу настоящих глубоких отношений, то каким другом мне нужно быть. И это открыло мне дверь к пониманию того, что я должна проявлять больше благодарности. Я должна проявлять больше инициативы. Я должна думать о том, что я могу дать этому человеку. Я начала внедрять все эти штуки, и они сразу же начали работать. На самом деле это довольно безумно. Когда мы сосредотачиваемся на том, куда на самом деле хотим попасть, и решаем перестать использовать наше прошлое в качестве оправдания того, почему мы не можем получить то, чего хотим, ты можешь внести изменения в свою жизнь прямо сейчас, до тех пор, пока ты спрашиваешь себя, «Чего я хочу?» и «Каковы будут следующие шаги?» И перестань думать о прошлом, как о причине, по которой тебе так тяжело. Сосредоточься на том, чтобы смотреть вперед. У тебя все получится. Я верю в тебя.